Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 19 января 2021 года. Сегодня праздник Крещения. И хочется поздравить всех и сказать, что необходимо нам, как говорится, Русь Святую, крестить образом будущего. В первом видео я говорил о том, что образа будущего нет и нужно его творить. И у меня такое предложение для Школы Здравого Смысла, чтобы люди пытливые, те, кто отзывается на это, присылали свое видео по поводу своего образа будущего, видения своего образа будущего. И короткие, небольшие видео мы бы это видео осмысливали, осознавали, потому что просто встреча, она как бы приносит результат тогда, когда мы уже хорошо понимаем друг друга, видим, исследуем. Когда мы смотрим видео человека, я слышу его, осознаю, обдумываю, исследую, сопротивляюсь, спорю. То есть, если и будет потом встреча, если организуется встреча, то мы тогда уже после того, как появятся вот эти видео, видео об образе будущего. Итак, Россию, мир, нужно крестить образом будущего. А для того, чтобы его, как говорится, крестить, этот образ будущего нужно создать. В моем видении образ будущего – это некий кристалл. Вот я показываю гималайский кристалл. Матрица, программа. И вот она может быть совершенно маленькая, но она должна быть, как кристалл, сложенная, кристаллическая, мощная. И потом она будет уже обрастать, как говорится, другими алмазами, которые будут извлекаться из этой породы, из окружающего мира. Потому что мир проживает сложные моменты. Все рушится, все валится. И Грегор старый, который был наработан тысячелетиями, падает сам на себя, как я говорю, что в астрономии это называется гравитационный коллапс, когда звезда падает за счет своей массы сама на себя, раздавливает. Но при всем этом, в этом, как говорится, падении, в этом разрушении, в этом разложении, рождается нечто новое. Новое, сильное, мощное, кристаллическое. И если нам удастся создать этот кристалл, образ будущего в виде образа кристалла, тогда он начнет действовать на весь мир. И вот мы подходим к такому моменту, и спасибо всем, кто отозвался на мое видео, на мой призыв творить образ будущего, искать, даже не творить, а искать водное этого образа. И попытаемся что-то сделать. Попытаемся. Мое предложение, я повторюсь, таково, чтобы люди присылали свои короткие видео, в которых выражали бы свои видные образы будущего. Мы бы все это осмыслили. Потом, может быть, соберется некая мастерская, мы приведем онлайн-встречу в Зуме. Итак, самое главное. Я вижу проблему в том, что свои желания, свои мечты, свои намерения человек выдает за образ будущего. Но это лично твое желание. И когда говорят, я хочу, чтобы у меня было все хорошо, знаете, как говорится, молитва к Богу. Господи, я хочу, чтобы у меня было все хорошо. Бог отвечает. Нет, хочу, чтобы было все хорошо. Он говорит, у тебя все было. В общем, такой вопрос многомерный, сложный, непростой. И то, что мы выдаем свои за пожелания, я хочу, чтобы все люди друг друга любили, я хочу, чтобы все уважали. Это пожелание. Вопрос совершенно о другом. Мы живем в мире, когда все рушится. И когда мы говорим, например, есть такое одноизвестие, что этика – это будущее мира, это неверно, потому что никто не выполняет этику. Это уже пять выше, когда говорится, общее выше личного. Но где вы видите, что общее выше личное? То есть нужно быть реалистом и очень реально отсечь все, что нам мешает и все, что не позволяет сотворить вот этот кристалл. А что мы отсекаем? Мы отсекаем и говорим. Законы не работают. Религия не может стать основой будущего мира, потому что будущее мира, оно должно быть цельное. Что еще? Пожелания, манифесты, проекты. Но это никому не нужно, потому что одно из таких тоже моих выводов, что многие обращаются к власти. Власти не услышат, масса не поддерживает. Это нечто за пределом вот того разрушения, в котором мы живем. Это очень сложная и тема, она интересная тема, потому что она бросила вызов всему человечеству целиком, и ответ должен быть общечеловеческий. Поэтому, тогда, когда начинают искать будущее в прошлом, русском, российском и так далее, это тоже не совсем верно, потому что должно быть планетарный подход. О чем идет речь? О том, что те системы, которые рассматриваются, анализируются, говорят, вот при коммунизме, при социализме, при капитализме там хорошо, здесь хорошо. Не может быть. Старое в новом не работает. Все прекрасно знают, это все равно, что старые машины ремонтируют. И даже в старой машине, даже если ты поменяешь все детали, она все равно будет старой. Нужно совершенно новое. И поэтому сотворение новое, это сложный процесс, это не простой процесс, это не просто мечта, я хочу, чтобы все любили друг друга, я хочу, чтобы все уважали. Вот давайте это. Кто это будет выполнять? Если я даже сам не выполняю, почему я миру желаю, чтобы он так вот слушался, был хорошим? То есть это серьезные вопросы, и поставив их, поставив самому себе мат, поставив себе понимание, что ты не можешь ответить на эти вопросы, что все это не работает, законы не работают, конституция не работает, намерения не работают, мечта не работает. Это все лично, для домашнего пользования, лично, для аудитории, для мечты, для, как говорится, надежды и так далее. Это не отменяет того, что человек может жить по своей мечте, осуществлять свою мечту. Вопрос идет о планетарности. Когда начинают копать в прошлом Россию, Руси, Гипербореи, это все опять-таки некий элемент этого глобального мира. И не надо забывать, что все разгрушено. Гиперборея рухнула, Тартария развалилась, Арии развалились, понимаете? То есть, а если мы говорим, давайте мы построим то, что было, ну вот как бы обновим его, давайте мы вот капитализм человеческим лицом, или модернизированный социализм, я считаю, что это неверный подход. Мы строить должны нечто совершенно новое, и нужно, самое главное, определиться, что не работает. И вот многие вещи, которые предлагаются в качестве образа будущего, это просто мечта, это просто пожелание. Пожелание никому, прежде всего, наверное, самому себе. Потому что реальность такова, что сейчас ничего не работает. Нельзя как бы это двигать и думать о том, что вот я что-то сказал, и все меня послушали, и куда-то побежали. Никто никуда не побежит, никто ничего не будет делать. И в этой безнадежности, видимой, разваливающейся мире, можно сотворить нечто новое. Матрицу будущего, кристалл будущего. И я хочу прочитать свое стихотворение. Это белые стихи, которые называются «Белый всадник». Белый лотос вырастает из грязи, в темноте загорается свет, без исходности рождается надежда. Белый всадник на белом коне с белым отрядом несется по вселенной. Несут они знамя надежды, флаг новой эпохи, стяг грядущей Руси. Пробуждая свет в сердцах, наполняют верой душ. Просыпается земля, благие семена дают сходы. Рассвет близок, тьма пред рассветом густеет. Свет новой судьбы, солнца нового мира восходит. «Белый всадник» на белом коне с белым отрядом несется по вселенной. И речь идет о том, что в момент наибольшего разрушения возможно наибольшее созидание. Вот как бы сейчас не было плохо, какой бы кризис мир не проживал, именно в этот момент и рождается лотос вырастает из грязи. Свет загорается в темноте. Надежда раздавится в безысходности. И вот эта надежда, этот кристалл, который можно и нужно творить, кристалл образа будущего, которым, как говорится, нужно крестить Русь, то есть посвятить его в Русь, это самая главная задача. И у меня еще видится такое, может быть, это мое направление, мое видение. Я как бы принадлежу гималайскому сообществу йогов, которые сидят в гималаях, медитируют, которые шлют свои послания. И мне видится очень такая интересная вещь, образ такой, что Кремль должен превратиться в Кайлас, то есть центр духовности Земли. И мы этим вот кристаллом можем, наверное, это сотворить. Вот это такой призыв. Еще раз поздравляю с Крещением. Повторяю о том, что мечты и надежды не работают, правила не работают, законы, я имею в виду нравственные, этические нормы не работают, Конституция не работает. А что работает? Вот это вот интересный вопрос. Спасибо, всех благ. Ну, я думаю, что Школа Здравого Смысла отзовется на такой призыв и будет размещать короткие, небольшие видео, 5-10 минут, от участников, от людей пытливых, которые хотят эту тему исследовать. Мы будем смотреть, как оно будет продвигаться. Спасибо. Спасибо.